За столом вся семья Куприш, родители, дети и внуки. А ведь этого счастья могло не быть. В 2014-м, спасая семью, Василий и Руслана бежали из охваченного огнем Донецка. Взяли с собой только самое необходимое. Когда уже начали обстреливать города соседние, наш начали город обстреливать. Вспоминая прошлое, глава семьи едва сдерживает слезы. За пару месяцев сотрудники Донбасской топливо-энергетической компании превратились в беженцев. С минимум средств к существованию. Поначалу пробовали обжиться в Барановичах. Потому что спокойно у вас здесь, порядок везде. Конечно, нам есть, что сравнить. Даже если белорусы, может быть, это не ценят, но для нас. Заработанных денег едва хватало на оплату аренды жилья. Но на трудности не жаловались. О том, чтобы вернуться на родину, не было и речи. Чуть позже о проблемах семьи узнали в сельхозпредприятии «Нача». Ляховического района. Трудоустроили и дали от хозяйства дом. Даже два – Руслане и Василию, а также сыну Владиславу с семьей. Кстати, он единственный в хозяйстве тракторист с высшим образованием. По большим таких к нам приезжали. Я очень рад даже, что они у нас работают. В Украине у Купришей остался дом и пожилые родители. Уехать с исторической родины они не могут по состоянию здоровья. Связь поддерживают по телефону и надеются на перемены к лучшему. Нам просто не повезло с президентом. Вот ваш Лукашенко, да. Мы его очень уважаем. Многие люди. Донбасс вообще его уважает. Карина Бородай также приехала из Донецкой области. В 2014 году ей было 18 лет. У нее было все. Родители, любимый человек, родной город, хорошая работа. Это и сейчас девушка относительно спокойно может рассказывать о том, как снаряды падали в жилые дома, как люди теряли руки и ноги, как погибали. Тогда же это было настоящим кошмаром. Работала заведующей в студии красоты. Она находилась в полуподвальном помещении. Было очень страшно в том плане, что могли в любой момент закинуть какую-то бомбу, закрыть нас и все на этом. Поэтому, да даже возвращаться с работы было очень страшно, потому что везде валялись трупы. Было очень жутко. В магазинах тоже творился беспредел. Заставляли разговаривать на украинском языке. Ну и в один прекрасный момент просто пришел конец этому всему и пришлось убегать. Карина вместе с друзьями рассчитывала на обещанную эвакуацию. Но помощи так и не дождалась. Мы постоянно сидели на иголках и ждали каждую ночь, что нас увезут. То есть мы вообще не спали. И в один прекрасный день мы просто бежали в другой город, потому что выехать к родителям мы не могли. Мы бежали через посадку вдвоем с подружкой. И начали летать истребители, прям цепляться за ветки, деревья. Так было страшно. Мы обнялись, стояли, кричали прям друг к дружке, чтобы слышать хоть что-то, но вообще ничего не было слышно. Убежать в Беларусь к арене предложил молодой человек, чтобы переждать, пока все успокоится. Уехали на поезде из Красноармейска до Барановичей. Сначала обосновались в Ляховическом районе, затем переехали в город. Родили дочь, наладили быт. Девушка отмечает большую отзывчивость белорусов. Если мы просили какой-то помощи, все с радостью отзывались, откликались, помогали постельным, какими-то одеялами, шторами, все, что было необходимо. Сейчас мне 26 лет, но чувствую себя на все 40, потому что очень много было пережито в этой жизни. На родине у Карины остались родители бабушка и дедушка. Но переезжать пенсионеры отказались. Карина поддерживает с ними связь и, безусловно, очень переживает. Все хотят мира. Просто хотят мира, и чтобы поскорее все это закончилось. Уже никто не просит больших заработных плат. Просто все хотят какого-то спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Возвращаться в Украину Карина не планирует. В Ляховичах Анна снимает квартиру, оформила вид на жительство, занимается любимым делом. В будущем видит себя в Беларуси и очень надеется на мир. Татьяна Мончак, Наталья Луговкина, Николай Рудский, телерадио «Компания Брест».